Да, ну тут надо понять, кто профессионал. У нас все-таки профессионал не коллектор, а профессионал у нас режиссер. Алексей Красовский, режиссер как раз ленты «Коллектор», которая сегодня, 6 октября 2016 года, выходит в широкий прокат. Премьера этой картины состоялась на кинофестивале «Кинотавр». Главную, можно сказать, единственную роль в этой картине исполнил Константин Хабенский. Я так понимаю, у нас есть возможность по скайпу поговорить, пообщаться с Алексеем Красовским и узнать подробности. Ну, краткое, небольшое содержание картины. Артур, которого играет Константин Хабенский, банковский коллектор, который работает с крупными должниками, который знает, как применять определенные методы психологической обработки должников так, чтобы все-таки, не применяя насилие, а применяя действительно какое-то психологическое давление, добиться своего. Но так получается, что он и сам становится некой жертвой, да, ему жена одного. Я не знаю, я, может быть, раскрываю весь сюжет. Вот надо, кстати, у Алексея спросить вообще, что можно рассказывать в сюжете фильма, а что нельзя. Алексей, слышите ли вы нас? Добрый день. Я вас слышу, да. Алексей, здравствуйте. Но мы вас, к сожалению, не видим. Вы нам можете себя показать? Сейчас, конечно, секунду. Надеюсь, что просто Алексей не будет тоже как голос в телефоне, как в фильме «Все остальные персонажи». И мы видим, как налаживается связь. И да, Алексей с нами. Мы приветствуем вас в прямом эфире петербургского интернет-канала «Фонтанк Офис», режиссер. Той лент, который, как мы понимаем, сегодня выходит в широкий прокат. Мы ничего не напутали. Нет, ничего не напутали. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Надеюсь, слышно, хорошо и... Ну, в общем, можно сказать, что мы двигаемся в таком... Три звезды в этом классе пребываем с точки зрения картинки. Ну, а с точки зрения качества сейчас начнем делать пять. Да. Алексей, вот скажите, пожалуйста, просто понятно, что в интернете написаны целые вот содержания сюжета фильма. Насколько в фильме это важно понимать, как бы, что там происходит? Не является ли это все спойлерами? Насколько вот нужно людям читать о чем фильм? Либо все-таки лучше сказать, что вот идите и смотрите, и лучше ничего не рассказывать предварительно? Я сам, как зритель, очень люблю вообще ничего не знать о фильме, кроме каких-то базовых вещей. Поэтому если я скажу, что идите и посмотрите кино на Константин Хабенского, и вы увидите его таким, каким вы никогда еще не видели, на мой взгляд, мне, как зрителю, было бы вполне этого достаточно. Потому что он здесь бросает вызов себе, мы бросали вызов себе и пытались удивить, чем могли. Чем меньше вы знаете, тем больше для вас будет сюрпризов. Хотя я спокойно отношусь к спойлерам и к попыткам рассказать, поделиться какими-то толстями, деталями сюжета. Иногда это невозможно обсуждать фильм, не препарировать его, не касаясь каких-то деталей. Скажите, Алексей, а трейлеры, это про вас, вы их смотрите прежде чем? И здесь мы сможем с вами, скажем так, сохранить какую-то секрет и тайну о фильме, если мы эти трейлеры все изучим. У нас их три, мы планируем их показать. Нет, у нас трейлер один, а все остальное это фрагменты из фильма. Это такие кусочки из начала, из момента чуть дальше от начала, которые раскрывают способ работы героя Хабенского с должниками. Это ни в коем случае не раскрывает и как-то там не портит вам впечатление от фильма, я надеюсь. Напоминаю, мы общаемся по скайпу с Алексеем Красовским, режиссером ленты «Коллектор», трейлер, которого мы сейчас посмотрели. Алексей, а у нас Алексей на связи, да? Все нас слушает, видит. Алексей, скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, что очень нестандартное, во всяком случае, для нашего кино было несколько лент зарубежных, где в кадре практически только один актер. Насколько здесь у нас в России было легко или, скорее всего, сложно найти продюсеров и вообще как-то начать хотя бы этот процесс, чтобы все стало реальностью, этот сценарий превратился в фильм? Самое парадоксальное, что я-то был уверен, что на картину с одним актером, тем более я предполагал, что, конечно, хороший большой актер, найти деньги будет не трудно, а оказалось. И именно на это ушло самое большое количество времени, на переговоры, встречи. В какой-то момент мы с режиссером монтажа, я его подключил мой друг, мы с ним давно работаем вместе, подключил к процессу довольно быстро. Он мне предложил, давай хотя бы список составим продюсеров, чтобы уже не путаться, не посылать кому-то второй раз. И на цифре 50, я не знал, что у нас так много продюсеров, я уже сбился за счет, говорю, слушай, я не буду больше читать. У нас хватит достаточно, и это невозможно. Но вот, к счастью, нашелся сначала один человек, потом второй, кто включился вместе с нами в работу. Это самое трудное, это самое парадоксальное, потому что на тот момент эти картины мало кто знал. Кассы успех у них прямо, так скажем, очень скромные, особенно в России. Многие, наверное, считали еще, что это большей частью такое, знаете, авторское кино, которое позволяет выразиться. Режиссеру, актерам, но не заработать продюсерам. Ну а как же все-таки, как вы думаете, вам удалось зацепить вот именно этих продюсеров? Почему они как раз согласились, решились на нестандартный шаг? Дмитрий Ружинцев, я думаю, по той же причине, по которой я, он хотел рискнуть и сделать что-то новое. То, чего еще никто никогда не делал в России, по крайней мере. И вот оказался смелым человеком, нашел инвестора, который тоже оказался смелым человеком. Вот все эти люди, которых, как и меня, достала ситуация в российском кино, бесконечные какие-то вливания и раздаривания денег людям, не зарабатывающим кино, происходит. Нет никакой честной рыночной системы отношений. Нам хотелось немножко это переменить, изменить эту ситуацию и показать, что для идеи, оригинальной идеей, не так важен большой бюджет. Я могу рассказать историю, вот не выходя из этого кабинета, из этой комнаты, мне не так много нужно для этого средства. Другой вопрос, как это донести до зрителя. И вот тут вот нам нужна была помощь Георгии Шабановой, чтобы сделать хороший цвет, хороший звук. Ну и, разумеется, прокачивать. Напомню, что у нас на связи режиссер фильма «Коллектор», который выходит сегодня в широкий прокат, Алексей Красовский. Алексей, скажите, пожалуйста, я обратил внимание, что в мае на трейлерах у вас стояла маркировка 12+, а теперь стоит 16+, плюс 4 года за несколько месяцев. Что случилось с тех пор, вроде как закон о коллекторах. Повзрослел фильм. Болтавни накануне выборов, сейчас уже пишут, что тот самый нашумевший закон будут переносить не исключено на более поздний срок. В чем причина плюс 4 года? Основная причина – это поднять, что называется, престижность этого жанра психологического триллера, чтобы не зрители, когда видят, что аудитория, например, в 6+, или в 12+, они немножко настораживаются, им кажется, что не может быть серьезного фильма для аудитории в 12 или в 6+. Хотя на деле подростки, в общем, вполне сознательно у нас бывают личности и могут в этой истории все прекрасно понять, и ничего такого жуткого нет. Я вам даже открою секрет, термин «счетчик» уже давно в школу опустился, когда мы говорим о самом явлении коллектор, долг и все, что с этим связано. Я вас сейчас не вижу никого. Вы нас не видите никого. Нет, не слышите. Самое главное, что вы нас слышите, и мы вас видим и слышим. Хорошо. Я как бы не на счет долга, я не на счет… «Счетчик» в хорошем смысле слова бы прозвучал. Это чисто рекламный прием для того, чтобы, повторяю, чуть-чуть показаться немножко серьезнее, чем мы являемся. У нас серьезный диалог с серьезными зрителями, и мы против детей в этом смысле ничего не имеем. То есть если придут 12-14-летние люди, я думаю, они все прекрасно поймут и не окажутся сильно разочароваными и напугаными, чем… Алексей, ну вот мы поняли, что вы сказали, конечно, большое количество времени заняли поиски именно продюсера. А что касается непосредственно Константина Хабинского? Сразу ли он появился как исполнитель главной роли? Или все-таки было несколько… Можно, конечно, естественно, не называть имен, но несколько актеров, которые сказали, «Нет, ребята, это не для меня история». Нет, было немножко не так. Было несколько актеров, которыми я не совсем был доволен. Я понимал, что они хорошо справляются с задачей, но не настолько хорошо, чтобы с ними пойти в это плавание. И, ну да, были пробы, были кандидаты. Вот с Константином мы обошлись даже без проб, мы встретились просто, пообщались, и как-то я сразу понял, что, в общем, с ним даже разговариваем на одном языке и думаем в одном направлении, все было ясно. Ну вот смотрите, тут еще один вопрос, который у меня возник, и наши пользователи нам примерно об этом пишут. Почему все-таки Хабенский? Если вы сталкивались сами когда-либо с коллекторами, то наверняка знаете, что Хабенский, вот мягко говоря, слишком изящный персонаж для этой опции. Все-таки подходит, и более того, я, мне кажется, надеюсь о себе так. Думаю, наверное, тоже я не совсем подхожу для человека, который будет рассказывать вам историю о стереотизме представления о коллекторе. А все-таки я думаю, что большая часть наших слушателей и зрителей, она думает примерно в том же ключе, что коллекторы — это непременно такие назойливые, неприятные существа, досаждающие бутылки с горячительными смесями или поджидающие ум у подъезда, обливающие там жидкостью, как ваши машины. Они разные, у них разные методы, у них разные должники, и это могут быть самые разные профессионалы в этой области. У нас коллектор, занимающийся должниками высокого полета, это люди, у которых есть эти деньги, они могут, да, просто не очень хотят этого делать. Почему Хабенский? Потому что именно его я как раз меньше всего и представлял в этой роли. Точнее, не так. Я не представлял, как он справится с этой задачей. Мне было это интересно увидеть. Если я представлял, наверное, это не так весело, не так интересно. Константин действительно в тех ролях, которых мы раньше увидели, он создаёт такое нежное, очень положительное персонажа. хотелось немножко сломать это, стерять представление, показать, что он может больше. Ну, давайте мы прямо сейчас покажем, собственно, что может Константин Хабенский в этой роли. Фрагмент фильма, который уже опубликован, и он, мне кажется, даст необходимую настройку и подсказку на то, как воспринимать всю эту историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова